В холодную зимнюю пору читинцы нуждаются в витаминах как никогда. И тут на помощь жителям приходят фруктовые, овощные киоски, а также супермаркеты города. Чего только не встретишь на прилавках торговых точек. От помидоров местного производства до импортных мандаринов. Однако забитые до отвал коробки чаще всего вызывают брезгливость, нежели желание приобрести их содержимое. Часто, часто гниль. А именно какие? В основном. И огурцы бывают, что уже такие помидоры, и лук, гниль люди копаются. В социальных сетях нередко встречаются жалобы горожан. Например, это. Четиниц утверждает, в некоторых супермаркетах города цены на фрукты и овощи значительно завышены. Хотя качество оставляет желать лучшего. Отправляемся в один из магазинов известной торговой сети. Увиденное, мягко говоря, ужасно. Овощи и фрукты покрыты плесенью, запах соответствующий. А почему вот они такие у вас мягонькие, в таком вот состоянии? Перебираются. Перебираются? Да. В Роспотребнадзоре Забайкальского края нам сообщили жалобы четинцев на гнилые овощи и фрукты не редкость. На провинившихся владельцев супермаркетов в случае обнаружения некачественной продукции накладываются штрафы. В соответствии с требованиями санитарных правил не допускается реализация в организациях торговли плода овощной продукции с признаками гнили, подпорченных, не отвечающих требованиям. Если же выявляется такое, то необходимо, во-первых, обратиться, наверное, к продавцу в первую очередь, потому что потребитель тоже может с претензией обратиться. Не покупать такую продукцию, и если это не возымеет действия, то обратиться к нам уже с обращением, жалобой. Либо лично подойти, либо через госуслуги. К слову сказать, собственники торговых точек создают целые полки, на которые выкладывают испорченную продукцию для продажи с уценкой. Представители Роспотребнадзора отмечают подобные действия незаконны и призывают четинцев в случае обнаружения такого товара обращаться в надзорные органы. Дарья Калинина, Никоновак, Николай Шунков, ЗАПТВ.